Уезжаю я дальше, поеду я в Техас Затарился по полной, чтобы 5 дней жить Ни в чем себе не отказывая, буду разбираться сейчас Кроме этого маленького холодильника взял еще тот кулер Который был в прошлом рентованном траке, у меня включается в гнездо прикуривателя Так что места должно хватить на все запасы, чтобы не закупаться, не шариться по тракстапам, не нацеплять вирусов Холодильник оказался на деле больше, чем я думал Все вошло, еще даже маленькая морозилочка пустая, можно было взять мороженого Лимончик Жизненные силы И еда Снова, друзья, получается, что еду по ночам, но через 3 дня это поменяется, смотрю по графику Выехал вчера из дома и еду практически в Даллас, штат Тексас В целом от дома туда ехать полторы тысячи миль То есть расстояние не маленькое От того склада, с которого я выехал ночью с загруженным трейлером, было 1380 миль 380 только успел проехать вчера и впереди еще 1000 миль То есть сейчас ночью я буду ехать полноценную смену, еще не доеду, в утром снова буду ложиться спать Чуть-чуть навел порядок в траке Поставил на пассажирское сиденье себе кулер, потому что больше получается поставить его некуда Микроволновку, подскажите мне, люди, как в Cascadia Evolution 2016 года, где в них поставить микроволновку? Видите, она входит, только дверь открывать, придется ее вытаскивать каждый раз Подключать в инвертор Каждый раз вытаскивать, чтобы греть То есть как в нормальной Вольве поставил обычно микроволновку в ширину и пользуешься Здесь я не понимаю, это уже самая маленькая микроволновка, уже меньше я не видел Ну а здесь вот такой кулер для водички Сейчас я его привяжу, у меня есть вот такие бандж кордс Вот такими вещами он фиксируется к сиденью и все будет в порядке Короче, эстетически ничего хорошего, но зато практично Арканзас встретил дождем и пасмурной погодой Утро сейчас в 8 утра, до 7 вечера буду отдыхать и остается мне там 350 миль доехать до Далласа, до Техаса Так что сегодня ночью, к 2 часам ночи я должен туда доехать И все, и потом обратно, потом в Мемфис Все, ложусь спать Такие здесь шторки Удобно достаточно закрыться И все, видите Засыпал, была такая пасмурная поганая погода Сейчас я чувствую, что будет что-то интересное Ой, как хорошо, чистое небо голубое Ай, буду просыпаться, умываться, завтракать И поеду Как раз вечерок будет очень приятно поехать Вот я ночью еду, днем сплю, поэтому утром запарковаться мне не проблема Посмотрите, как быть людям, которые вот сейчас в 6 часов вечера Все, уже паркинга свободного нету на тракстапах В 6 вечера А люди, которые приезжают в 10 вечера Мы в Техасе В шляпу хотите Белую вот такую, да? Клевую Пельмешки греются Сейчас поедим И еще чуть-чуть проедем Часов до двух ночи и потом спать Как выглядит лобовое стекло трака Если ты проехал пару часов по Техасу Нравится вам? Вот столько всяких насекомых Проснулся в Техасе Погода прекрасная Так чуть-чуть дождик капал Так свежо То есть нету ни жары, ни холода Ни какой-то такой неприятной погоды А есть наоборот свежесть Проснулся с утра, сходил в душ Вот видите, сзади меня тракстап пайлот Сейчас пойду проводить прямую трансляцию в инстаграм Подключайтесь в следующий раз Подписывайтесь на мой инстаграм И выходите по пятницам со мной в прямую трансляцию Даллас знаменит тем, что там было совершено Убийство президента Кеннеди Убийство это, как обычно, все громкие преступления Имеет неоднозначный характер Есть несколько версий Одна официальная версия, что убийца стрелял в президента Кеннеди Ехавшего Кеннеди сидел со своей супругой на заднем сидении Кабриолета, лимузина И выстрел производился с шестого этажа этого книгохранилища Сзади в президента выстрел в спину и выстрел в голову Выстрелов было несколько Но существуют и другие версии Это был 1963 год, период напряженных отношений Хрущев как раз был генеральным секретарем СССР Поэтому американцы очень сильно думали на СССР Думали на КГБ, наше с вами родное Все расследования, КГБ проводило свое расследование И доказало американцам, что они к этому вроде бы не причастны Этого убийцу, который стрелял Который был работником книгохранилища Его, естественно, взяли При попытке его задержания он еще ранил одного человека И убил одного полицейского При выходе из здания суда через два дня после убийства Кеннеди Этот убийца, которого взяли, был застрелен Как пишут в интернете Застрелен владельцем какого-то местного ночного клуба Так что все эти концы канули в воду Ну и, естественно, я думаю, что этот убийца был не главный Но его быстренько убрали Как бы сделали козлом отпущение в этой ситуации Другое дело вопрос Как вообще, с какой целью, кто заказал Как он к этому пришел, к этому убийству Ну, в общем, эту тему уже можно развивать И читать в интернете, смотреть В этот музей Кеннеди я не попал Я там чуть-чуть поснимал рядом в магазинчике И вот вам видео, как я гулял по Далласу Кусочек пиццы лежит в коробке Соседи в стенку стучали громко Я завтра снова открою двери Тебе поверю, тебе поверю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Кусочек пиццы лежит в коробке Соседи в стенку стучали громко Я завтра снова открою двери Тебе поверю, тебе поверю Выбираюсь из Техаса Сейчас подъезжаю к границе Техаса и Арканзаса По 30-й дороге Может быть я сегодня своего железного коня помою Мне дали этот трак и он был немытый С тех пор как его купили и пригнали из Чикаго Мойки мы делаем тогда, когда попросим Звоним нашему хозяину компании или диспетчеру Они нам выписывают чек на то, чтобы я оплатил за мойку И все Я приехал, друзья, на Blue Beacon Track Wash Мыть своего железного коня Сейчас покажу вам, как происходит мойка И расскажу, сколько стоит Поехали, заезжаем Видите, друзья, мне масло Уже начинают мыть сразу Сейчас нужна будет цена И выписать ЕФС-ку на эту стоимость Смотрите, как американцы моют Если это сказано, что это просто Power Wash Нету ручной мойки То никто не будет вам отмывать вот эту всю грязь Никто с тряпкой не подойдет Не будет оттирать Честно, помыто достаточно хреново И 57 долларов с копейками за это берут Ну, все-таки Мой конь помылся И будет даже легче ехать Когда трак помытый Даже работа идет полегче Короче, друзья Беда пришла Откуда не ждали На повороте у меня Микроволновка моя улетела С полки Улетела с полки И чуть-чуть И чуть-чуть разбилась Короче, погнал я быстро в Walmart Покупать микроволновку Взамен разбитой Пока я на Бобтейле Пока я могу легко туда заехать Потом уже не смогу Везде, конечно, знаки No trucks Ну, что я быстро забегу Сейчас Они чили линиями С одной стороны выходят С другой заходят А здесь линия какая Здесь тоже 40 граничных Капец Увидите, сколько народу Здесь елки-палки Очереди Это я в Миссисипи нахожусь В Миссисипи Рядом с Теннесси Схватил последнюю микроволновку Честно говоря Мне нашли ее Прям где-то на витрине Уже не было Все, друзья Сгонял я И с Теннесси В Миссисипи В Walmart И взял такую же микроволновку Только белую Это была последняя Белая за полтос Ну что Эту оставим на запчасти Мало ли что Там крепление просто сломалось И дверь погнулась Оставим на запчасти А вот новенькую беленькую Уже будем беречь теперь Как зеницу ока Продолжаем рубрику Чем мы занимаемся На карантине И заказала тут чай Все черные чаи Кроме парочки Один белый чай Один зеленый Чай Это вот пакетики Чайные А это листовой чай Город Нэшвилл Теннесси По краям Сейчас не могу вам показать Но есть разрушенные крыши На складах То есть город пережил Последствия серьезного урагана Как классно Когда после дождя Вот так солнце вышло Целый день по дождю протащился Такой кайф Когда вот ближе к вечеру Сейчас 5.20 вечера Вышло солнце Небо расчистилось полностью И все такое свежее Видите Дорога еще не полностью просохла То есть везде был дождь Такой дождь довольно сильный И вдруг солнце И местами даже радуга была Я не снял вам Ну извините Не успел Ну прям такой кайф На улице тепло Тепло Там где-то примерно 25 градусов тепла в Цельсиях Очень приятная погода Так прям душа воспряла Там 3 часа ехать осталось мне где-то Как раз до вечера По приятной обстановке По солнышку я 3 часа доеду И все И могу отдыхать И завтра я уже К вечеру доеду домой Этот трип занял у меня Почти 6 дней Почти 6 дней Вот вплотную Сколько локбука есть Столько локбука Я и проеду Использую По максимуму Вот так я выгляжу После 6 дней дальнобоя Завтра примерно Полдня работы И я уже доеду домой Оставайтесь со мной В следующей серии Я вам обещаю Будет очень много интересного Я уже кое-что знаю Ну а дальше вы увидите Что это будет на самом деле Тучи чуть-чуть рассеялись Солнце вышло И стало так жарко Что вот справа и слева У меня горы И лес И над лесом Вот этим на горах Прямо пар поднимается Набригается торнадо По прогнозам Надо парковаться уже Видите как относятся американцы Помогают запарковаться По прогнозам Это белый. Как вам такое утро в горах, друзья? Вон там совсем туман и пасмурно. А там уже солнышко пробивается. Все, чуть-чуть осталось времени. Уже даже локбук заканчивается. Я в Вирджинии сейчас. Осталось мне доехать до дома. И буду отдыхать, монтировать для вас видео. Такой нравится вам? Выглядит прикольно, необычно, агрессивно. Но знаю, что это интернейшнл. Мне кажется, это не очень. Ну ладно, черную разбил, сломал. Вот зато такую купил. Красотулечку новую. Все, будем пользоваться и беречь. Друзья, нас уже больше тысячи. Хочу всех от души поблагодарить за то, что подписались на мой канал. За то, что вы со мной. Я тоже буду стараться быть с вами и радовать вас новой информацией, своими новыми видео. Спасибо всем огромное. Мост через реку Делавер и туманная Филадельфия впереди. Лучшее окончание любой серии – это приехать домой. Жена с дочкой уже ждут. Жена наготовила много там чего-то вкусного. Увидимся в новых выпусках. Пока, друзья. Субтитры подогнал «Симон»